МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Свершилось! Чебоксары попали в Книгу рекордов Гиннесса. Праздник отмечают, щепки летят. В столичном парке состоялся фестиваль резьбы бензопилой. Чудеса на каждом шагу. Главная улица столицы на один день превратилась в творческий бульвар. 70 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня города Чебоксары. Об этом на еженедельном совещании у Михаила Игнатьева сообщил глава города Леонид Черкесов. Руководитель МВД по Чувашии Сергей Семенов доложил, что в местах массового скопления людей не зарегистрировано ни одного преступления. Кроме итогов прошедшего праздника, правительство Чувашии обсудило и другие вопросы. Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Валентина Андреева рассказала о работе органов исполнительной власти и местного самоуправления в системе электронной формы оказания государственных и муниципальных услуг. С 1 июня 2012 года было направлено почти 28 тысяч запросов. В госслужбу заимствия населения Чувашии в июле месяце в службу обратилось 252 гражданина. И по всем 252 обращениям запрос направлено именно по СМО. У них взаимодействие с пенсионным фондом. Запросы только с начала текущего года в данных межведомственных поступило почти 385 тысяч. Из них в электронной форме 99,6, что значительно облегчает труд наших специалистов электронные запросы. Также хорошая статистика у Минобразования, Росреестр, МЧС, налоговые и других ведомств. За месяц количество обращений увеличилось в полтора с лишним раза. Среди муниципалитетов чаще всего электронные запросы направляют Аллатрский, Козловский и Порецкий районы и город Новочебоксарск. Но, по словам министра, проблема еще есть. Основной проблемой неиспользования СМО в полной мере при направлении запросов является так называемый человеческий фактор, нежелание работать по номерам. Сотрудникам привычно направлять запросы на бумажных носителях, либо в электронной почте традиционной. Тем самым тратить дополнительное время, в том числе на подписывание запросов у руководства. И, что немаловажно, бюджетные средства на бумагу, канцтовары и почтовые расходы. В мае Чувашия занимала 74-е место среди субъектов России по обращению к системе межведомственного электронного взаимодействия. В июле республика поднялась на 49-е место. Если на уровне сельского поселения, во-первых, нет специалистов, во-вторых, связь плохая, значит, сбои дают. Но надо по этой температуре отдельно, точечно, адресно отработать. Министр образования и молодежной политики Владимир Иванов рассказал, что в Чувашии сократилось количество вузов с 24 до 19. В основном закрылись филиалы. В традиционных вузах Чувашии количество бесплатных мест даже увеличилось. В 1513 бюджетных мест ЧГУ в прошлом году было 1427. Это увеличение. Что касается ПЕД-университета, в 1915 в этом году, в прошлом году было 780. В той же увеличении бюджетных мест. Если говорить о задачах на следующий год, то мы перед вузами ставим задачу, чтобы они открывали специальности средне-профессионального образования, чтобы за счет бюджета России готовить уровень исполнения. На сегодня в республиканских вузах заняты все бюджетные места, за исключением Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, где осталось вакантным 61 место. Для республики важные места бюджетные. Агрономия 5 бюджетных мест свободно, агроинженерия 6 бюджетных мест, землеустройство катастроф 7 мест и технология транспорта 13 бюджетных мест. И поэтому здесь надо нам поработать, чтобы эти места были заполнены, прежде всего, качественными, подготовленными аритурентами и чтобы наша республика получила квалифицированных специалистов. В нынешнем учебном году стипендию за особые успехи в изучении физики и математики будут получать 80 студентов-первокурсников, набравших 70 и более баллов по результатам ЕГЭ по этим предметам. Все они поступили в вузы на территории республики. Всего же по результатам ЕГЭ нынешним летом более 70 баллов по физике и математике набрали 408 выпускников школ. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Евгений Анисимов, Республика. Свершилось. Рекорд украинской столицы побит. Чебоксарцы настолько организованно вышли на утреннюю зарядку в день города, что соответствующая строчка в книге рекордов Гиннесса просто не может не появиться. Зарядки со звездой в Чебоксарах проходят несколько лет и достаточно регулярно. Но такой массовой не было никогда. Впрочем, не только в Чебоксарах прежние рекордсмены-киевляне собрали 12 тысяч любителей здорового образа жизни. А у нас 17 тысяч регистрационных браслетов не хватило едва ли не каждому второму. В качестве звезды выступил сериальный герой Гена Букин, при ближайшем знакомстве оказавшийся очень обаятельным человеком. Здравствуйте. Да, я первый раз в Чебоксарах. Я проезжал мимо. Был в соседних республиках и областях, но как-то все время обходил Чувашию. Но сегодня я увидел этот яркий, красочный, молодой спортивный город и счастливый тому обстоятельству, чтобы познакомился с ними именно сегодня. Давайте по вашим камерам, которые вас в прямой пир посылают сейчас. Я смотрю, что с каждой минуты народа становится все больше и больше. Вот что, по-действию, не обещая всех желающих. И это не преувеличение. Прыгали, пританцовывали, размахивали руками не только на Красной площади, но и на прилегающих улицах. Причем делали это с огромным удовольствием. Здорово! Очень понравилось! Обещательно! С настроением пришли! Зарядка делаем. Круто вообще! В конечном итоге оказалось, что в зарядке со звездой приняли участие около 30 тысяч человек. Серьезная заявка на рекорд. Я благодарен всем, которые пришли. Кто-то пораньше стал, кто-то, может быть, и рано-рано встает. Но они пришли, они сделали свое дело. И они сами себе сделали прекрасный подарок. Еще по меньшей мере половина города оказалась очевидцами рекорда. Национальное телевидение Чуваши вело прямую трансляцию с площади. И оценить масштабы действия смогли все телезрители. Полную видеоверсию основных событий Дня города вы увидите в нашем эфире в ближайшее время. Следите за программой. Сказочные персонажи, мастера магии и средневековые рыцари превратили Чебоксары в страну чудес. В этом году арт-проект «Творческий бульвар» поражал масштабом. Креативные горожане создали более 50 интерактивных площадок. Когда на улицах столицы стихает гул от проезжающих мимо авто, тишину и спокойствие горожан нарушает необычный оркестр. В Чебоксары московские артисты приехали с целым багажом опасных трюков. На удивление всем они жонглировали огнем. На соседней площадке «Творческого бульвара» не утихала музыка. Для горожан песни под гитару исполняли чебоксарские барды. Именно им пришла идея проводить в республике зимние слеты туристов. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Молодцы! Самым юным обитателям бульвара решили доверить поистине почетную миссию. Прямо на дороге дети построили дом, конечно же, игрушечный, а потом разбили цветочную аллею. От помощи глава республики не отказался и тоже взял в руки лейку. Молодцы, ребята. Дома малевать приходится, нет? Бабушками. Малеваем. Кадетам в этот вечер было не до песен. Ребятам устроили настоящий курс молодого бойца. Вязали узлы, разбирали оружие. В этом деле они готовы дать фору любому моряку и уложиться в норматив. Ребята собирают, говорят, разбирают за 20 секунд. Есть приказы, нет? Чудеса в этот вечер можно было встретить на каждом шагу. Горожан своими фокусами удивляли иллюзионисты. Красочное шоу для гостей устроили и артисты оригинального жанра. Свои главные роли в нем исполняли ходулисты в эффектных нарядах. В этот вечер на бульваре поселились необычные герои. Есть белый ангел, у меня красный, черный ангел. Хорошее настроение, позитив. Все радуются, веселятся. Все прекрасно, день города. А участники клуба исторической реконструкции перенесли горожан в эпоху средневековья. Свой лагерь они развернули прямо на проезжей части. Бравые рыцари показали гостям, насколько лихо они владеют оружием. История жила и на площади республики. Сюда, причем своим ходом, приехали ретро-автомобили. В один ряд выстроились москвичи, военные грузовики и даже чайка. Горожане наши молодцы. Они умеют зажигаться и зажигают других. Вот сейчас мы по бульвару прошли. Столько всего того. И красоты, и радостей. И они хотят, они хотят двигаться еще дальше, выше. Творческий бульвар заявил о себе громко. А в этом году проект только подтвердил, что креативных людей в Чебоксарах становится больше. Следующий день города количество интерактивных площадок планируют увеличить. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. А в парке 500-летия в день города летели щепки. Деревья на его территории никто не рубил. Для участников фестиваля резьбы бензопилой материал привезли из Заволжья. За звание лучших боролись 10 мастеров из Ульяновска, Москвы, Воронежа, Белоруссии и Украины. Сначала участники фестиваля фигуры вырезали на скорость. За 45 минутами было необходимо изготовить миниатюрные скульптуры. Задачи справились все. Организаторы сразу же устроили небольшую выставку. Скульптуры в человеческий рост мастера вырезали на протяжении двух дней. В этом году организаторы решили посвятить фестиваль «Году экологии». Из деревьев многие решили сделать животных. Кто-то вооружается эскизом, кто-то начинает работу на глаз. За бензопилы берутся профессионалы своего дела. Многие из них уже одерживали победу в престижных конкурсах. Люди смотрят и видят, что в данный короткий период можно сделать такие скульптуры. И стремиться к лучшему. Скульптора за это время набирают опыт, приезжая к нам сюда, в республику. Соревнуются. А люди получают готовые произведения искусства. Сначала, конечно, все это рисуется в эскизе. Если, конечно, после эскиза можно еще сделать маленькую фигурку. То есть некий прототип будущего изделия. Но если, конечно, времени нет, то можно обойтись без этой фигурки. И, конечно, в последнюю очередь все зависит от материала. Бывает, ты эскиз делаешь, смотришь на материал, но никак не подходит. В День города наградили лучших мастеров. Фигурами медведей, котов, птиц, драконов после фестиваля планируют украсить один из столичных парков. 18 августа открылся прямой рейс из Чебоксар в Уфу в рамках пилотного проекта региональных авиаперевозок. В столицу Башкири самолет будет летать во вторник, четверг, субботу. Время в пути – 2 часа 10 минут. Официальным перевозчиком является авиакомпания «Татарстан». Она уже связала между собой Казань, Киров, Самару и Саранск прямыми рейсами. Полеты выполняются на девятиместном легком одномоторном турбовинтовом самолете общего значения с неубирающимися шасси. Напомню, что в соответствии с постановлением правительства России в рамках программы региональных авиаперевозок пассажир оплачивает 50% стоимости перелета. Остальные 50% компенсируют федеральные и региональные бюджеты. Программа развития региональных перевозок, ранее запланированная до 30 ноября 2013 года, решением правительства России будет продолжена до 31 декабря текущего года. Следственный комитет России Пучеваши возбудил уголовные дела в отношении главы администрации Мариинско-Пасадского района Юрия Моисеева и его знакомого. Они подозреваются в получении взятки в особо крупном размере и в посредничестве соответственно. Моисеев был задержан 16 августа в конце дня. Следователи ходатайствовали в суде о заключении его под стражу. Однако суд решил ограничиться домашним арестом. Версия следствия, что прошлого года, по июль текущего, Моисеев достиг договоренности с местным жителем об оказании ему необходимого содействия в одержании победы в аукционе по продаже земельного участка, расположенного на территории Мариинско-Пасадского района, и способствование в организации необходимых административных процедур для этого. При этом за свои услуги он запросил незаконное денежное вознаграждение в размере 4 миллионов рублей. В качестве посредника в взяточничестве Моисеев привлек своего знакомого. 16 августа текущего года при попытке получить часть взятки в размере 2 миллионов рублей Моисеев и посредник были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Необходимо отметить, что факт противоправной деятельности подозреваемого был выявлен в результате оперативного взаимодействия следователей Следственного комитета с Межрайонным отделом по борьбе с коррупцией МВД Почувашия. 90 лет в строю. Арсений Иванов, ветеран Великой Отечественной военной службы правоохранительных органов труда, за свою жизнь столько раз снимал и надевал погоны, что сразу не вспомнить. Вместе с ним в день юбилея награды и стаж службы считали сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Почувашия и наша съемочная группа. Асентий Васильевич Иванов все свои 90 лет помнит как один день, несмотря на то, что жизнь получилась очень насыщенной событиями. Ровно за три года до победы, 9 мая 1942 года, он попал на фронт. Правда, ненадолго. И попал я под Воронеж, под Воронеж, в составе 16-й мотострелковой бригады. Ну, провоевал очень мало. У нас ни техники, ничего такого нету. А немцы прут. Четыре дня провоевал и меня ранило. Ногу в руку, правую, левую ногу. И увезли в Оренбургскую область, сейчас Чкаловская область. Иваку госпиталь. Там пролежал полтора месяца. И меня выписали оттуда. Домой. Через три месяца меня обратно призвали. Отправили в Узмуртскую республику, в лес, в какой-то запасной полк. После специального обучения Арсений Васильевич стал связистом. И уже в этом качестве прослужил не только до конца войны, но еще три года после. Армии нужны были квалифицированные специалисты. А потом жизнь полетела, как скорый поезд. Станция Архангельск, станция Капустин-Яр, станция Ленинград, станция Чебоксара. В Чебоксарах Арсений Васильевич сменил военные погоды на милицейские, придя в политотдел Министерства внутренних дел. Хрущев пришел, власти разогнал, там политаппарат был, политотдел был, и разогнал Хрущев. Никого, ничего не осталось. Когда Брежнев пришел после него, он восстановил. Вот, я там, значит, это был старшим. Освободил из должности замначальника отдела исправительного учреждения по поличастии. И меня туда. Я там проработал 8 лет еще. Хотя в отделе исправительных учреждений, а служба исполнения наказаний тогда входила в состав МВД, Арсений Тиванов прослужил недолго, связь с коллегами никогда не терял. Счастливы мы тем, что вы до сих пор у нас втрою, что ни одно мероприятие без вас мы не проводим, что на все праздники вы к нам приходите, что вы нашу молодежь воспитываете. Вот даже если вы ничего не скажете, но появился Арсений Тиванович при орденах, вот это уже большое дело. Зал уже сразу встает. Секрет долголетия Арсений Тиванов раскрывает охотно здоровый образ жизни. Причем советует с молоду заботиться не только о физическом, но и о моральном самочувствии. Быть честным с людьми и с собой, любить свою родину, свою семью – это тот самый стержень, который, несомненно, и есть у старшего поколения. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Долгих лет жизни вам. В день города на главной сцене праздника разыграли иномарку. Машина ждала своего обладателя два месяца. С того самого момента, когда Сбербанк вместе с партнерами дали старт акции. Вот он, главный приз акции. Машина у всех на виду. Празднично упакованная и кокетливо подмигивающая. Претендентов на машину немало – 5117 человек. Именно столько решили оплатить интернет через Сбербанк и стать участниками розыгрыша. Именно столько купонов и заявлено в лотерее. Я желаю вам всем удачи. Тиражная комиссия в сборе. Она следит за ходом розыгрыша. Лототрон на готове. Его крутят выбежавшие на сцену дети. Организаторы то и дело оттягивают долгожданный момент. Еще больше раззадоривая собравшихся. Прежде проводят розыгрыш других призов в сочетании с концертными номерами. Ну вот, ждем. Что же там выпадет? Повезет, там не повезет. Машина есть. А зачем вторая? Ну это и на марте. Напряжение нарастает, когда ведущая дает старт авторозыгрышу. Обязательное условие лотереи – достающие шары закрывают глаза. С легкой руки помощницы номер купона победителя складывается с первой попытки. Ваш купон номер 1729. 1729. Смотри, Олиса Розовна. Вдруг вы здесь, на Красной площади? Пожалуйста, бегите к нам со всем. Однако победителя, точнее победительницы, на Красной площади не оказалось. Ее дружно кинулись искать по телефону. Сейчас ведущая говорит о том, что сегодня у нас будет возможность одному из самых активных пользователей, которому повезло больше всех, получить ключи от этой машины. Самое главное в том, что мы делаем все, чтобы для наших клиентов было удобно. Вы видите наши переформатированные дополнительные офисы, которые становятся краше, в которых удобно обслуживаться. Вы видели наши остановочные павильоны. К дню города мы сделали подарок, и у нас на сегодняшний день их пять. Еще два ждут запуска своего. Через полчаса Олеся Матвеева вместе с семьей была уже на месте и делилась впечатлениями. В то, что стала победителем акции, поверила не сразу. А к телефонному разговору отнеслась как к розыгрышу. Все сейчас построено. Это он сделал на своей семье. Безумно, счастливо. Еще раз тем. Не ожидала. Первый раз в жизни я что-то выиграла в этой жизни. И тут у всех ваших делах. Поэтому пока еще трясет. Пока не верю. С праздником. Автовождению супругам еще предстоит научиться, чем и собираются заняться в ближайшее время. Ну а с Красной площади авто пришлось увозить с чужой помощью. Быстрее, выше, сильнее. Этот девиз Олимпийских игр вполне можно применить компанией Мегафон. 4G делает быстрее интернет от оператора. А благодаря своим абонентам компания с каждым годом становится сильнее. Репортаж об этом далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. В день города Чебоксар Мегафон отмечает свое девятилетие. И приглашает всех горожан на удивительную арену высоких технологий. Ну что ж, и мы попробуем свои силы на площадке инноваций. Здесь продумано все до мелочей. 9 лет, 9 площадок. Каждый абонент компании Мегафон мог попробовать достичь 4G высоты на настоящем скалодроме. Попрыгать по виртуальным крышам на джамперах. И даже научиться передвигать предметы на расстоянии. С виду обычный мяч, но его можно двигать при помощи специальной компьютерной программы. Для этого ничего сложного не нужно. Нужно просто закачать специальную программу в ваш телефон. И смотрите. Он двигается. А на этой площадке высокая скорость интернета позволяет автолюбителям развивать нереальные скорости в интерактивных автогонках. Мне больше всего понравилось играть на машинках, гонять на них. Новая приставка. Я на таких еще ни разу не играла. Первый раз, но мне очень понравилось. Мегафон, я тебя поздравляю с днем рождения. Желаю тебе счастья, много-много всего. Мне понравился сигвей, там, жампер. Это так называются такие ботинки. И на них так вот можно прыгать. За 9 лет в Чувашии мегафон уверенно поднимается по лестнице успеха. В 2004 году, в первый день работы в нашем регионе, компания поставила рекорд среди мобильных операторов России. Подключила более 5000 абонентов. А уже через 4 месяца после запуска сети мобильная связь мегафона была доступна не только в Чебоксарах, но и в каждом населенном пункте 21 района Чувашии. Я пользуюсь мегафоном с момента появления этой компании в Чувашской республике. И являюсь постоянным абонентом. Моей сим-карте на телефоне уже тоже 9 лет. Связь всегда постоянная, надежная. Никогда нет такого, чтобы, например, прерывалась связь. Поэтому я выбрала мегафон. С днем рождения, мегафон! В любое время дня и ночи можно дозвониться, можно интернетом воспользоваться. И всегда связь хорошая. В 2010 году мегафон первым в Чувашии запустил сеть 3G. Это была революция в мобильном интернете. Средняя скорость доступа составляла 1 мегабит в секунду. А с 2012 года компания начала предоставлять в Чебоксарах услуги связи четвертого поколения 4G. В следующем году мегафону исполнится 10 лет. Дата юбилейная. И без сюрпризов для любимых абонентов наверняка не обойдется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова